здравствуйте глубоко уважаемые любители летных видов спорта здравствуйте глубоко уважаемые любители летных видов спорта только что мы дотолкали планер до стартой площадке и пообщались с нашим буксировщиком вот он готов тоже нас тянуть потому что сами мы сегодня не взлетим и если вчера позавчера это были шкиканьки и хаканьки был попутный ветер просто то сегодня видите посмотрите волны стоят по всему небу дует очень сильно юго-восточный ветер сейчас вот прямо здесь на старте он не ощущается просто потому что мы видите прикрыты вот этим вот холмом вот оттуда задувает если выйти на полосу чуть дальше там уже приходят такие мама дорога какие порывы если вы посмотрите сейчас потом попробую вытянуть увеличением вон домик мишеля и там дерево и дерево он просто ложится буксировщик нам сказал что крайний вылет был с пилотом когда они ну правда был дублситер они вот так вот ныряли вот так уже в конце полосы шли параллельной земле и после последних деревьев ныряли под плата чтобы взять скорость и там между всяких этих вот тополей гоняли то есть уже небезопасно но это был тяжелый планер открытого класса с шляхер 25 поэтому мы имеем по сравнению с ним преимущество у нас есть мотор и мы будем взлетать в два мотора поэтому только по этой причине наш буксировщик согласился нас поднять сами мы в такую погоду не взлетели бы ни за что почему еще раз потому что ну вот помимо того что ветер в спину и мы долго разгоняемся вот за этим холмом образуется мощное такое нисходящего стечение ротор то есть вот здесь восходящая зона потом нисходящие и в общем там просто от если мы туда ныряем и попадаем какие-то не сходники то короче там в общем-то где-то можем и на полях приземлиться не хватит мощности мотора нас вытянуть вы скажете а что же как же до земли делать нисходники не бывают они конечно для земли не бывают но там всякая турбулентность провода деревья ну вот она нам надо поэтому мы взлетаем пушпулом как это выглядит я не знаю сейчас увидите замки только не закрывай пока рация включена так винта закрывает закрывает форточку закрывающихся воздух пошел витая виктор рейдинг взлетаю с попутным ветром друзья на моторе закрыл окон взлётная болен как тянет бог ах ты чьё моё драком приходится держать и самолёт и планер не бегай себе сейчас нас еще за холмом жахнет я нормально по высоте по высоте хорошо конечно мужественный что согласился на стену ой ой как он представляет меня тоже погода бомба если мы потом в полёте снимем какой-нибудь контент в режиме волны вы поймёте почему нас так сейчас шепуршало готовлюсь к цепке высоты мне хватает оп оп отцепка ну скажи пациенту попалима отлично ох умничка вот друзья демонстрирую вам весь ужас который был вот вот сейчас я доверну планер смотрите вот наш аэродром при взлёте мы попадаем в тени эродинамическую в ротор за холмом вот перед крылом сейчас холм фактически под 45 градусов к полосе дует вот как крыло сейчас показывает так и дует и мы там в общем то отхватываем все прелести сейчас мы кстати тоже отхватим если я таким же курсом полечу а наша цель вот эта вот гора прям по курсу называется Апотар и над нами стоят волны вот это облако типично волновой природы чечевичка какие-то из волников генерирует направление ветра не идеально совпадает со склонами поэтому знаете как в рыбьих в рыбьем скелете волны друг дружку где-то усиливает и где-то гасят и вот здесь получается как вот такая косточка удачная ну и наверное самое время 51 градус водичка мотор не нагрелся прожигаю свечи и глушу мотор и сейчас тебе нужно сбросить скорость до до 90 км в час чтобы он остановился 90 и оп носик ниже чтобы у склона было мне не так страшно выпускаю тормоз винт в вертикали и начинаю его убирать в посадочное положение охлаждения нам положено порядка 4-5 минут с почти убранным мотором там немножечко винт торчит ну еще все это продувает отсек потоками воздуха и охлаждается лучше и лучше а мы между тем видите уже поднялись над рельефом достаточно стремительно будем набирать высоту наш план попробовать уйти в волну сегодня если это удастся то будет контент огонь летаем вдвоем с Серегой и его 18 метровом шляхере пытаемся забраться в волну южную пока с переменным успехом ну по крайней мере Серегин планер сниму в полете а то и неизвестно обзор будем делать удастся нам еще вот так вот покружить вместе конечно удастся но хочется красивых кадров а здесь зеленый лес Серега летает второй день в этом году весь год он не летал в прошлое из-за пандемии собрал планер и сейчас мы гоняем парой отличный планер он купил это 18 метров новичку конечно может быть и лучше было бы 15 но Сергей покупал планер новым в принципе новую игрушку покупать нужно можно было бы чуть-чуть на вырос с учетом того что много летал в Африке много летал сам с нами со мной на моем вот этом планере 32-ом то есть налет у него был достаточный опять же он сразу очень аккуратненько с этим планером обращался летал бы в хорошую погоду старался не нервничать попробуем сейчас к нему поближе подобраться вот он красавчик полезет под нас смело даже можете его увидеть ой ой шикарно просто шикарно молодец летит не боится нас главное сейчас не делать в детских маневрах он знает пробуем друзья выйти в волну до этого прыгаем набрали мы в динамике почти 2 км высоты вот перед нами облако перед ним стоит волна а облако волну формирует холмы впереди горы сейчас посмотрим работает это или нет ученик устал уже работать в потоке хочет приключений эти приключения он на свою голову найдет а а а а да но все дило слабенько но широко по крайней мере вот юла первый раз пробует магию волны как тебе ощущение атлуатировать магия магия правильно лезть и набираем пытаемся взять волну рядом с горой Маргон тут мы ее еще не брали и что-то мне моя задница подсказывает что это глубоко теоретически возможно видите у нас облако и мы на его на ветреной части медленно уверенно поднимаемся выше облака а это значит что шанс на волну есть видите как глико все ну если даже не на волну так мы хотя бы высоты слазь наберем так не врежусь я там в облако не врежусь поэнергичные видите как это красиво выглядит я эгэгэгэгэгэй юла ты там как огонь контент огонь погода погода бомба контент огонь мы друзья сейчас чуть было не приземлились сейчас вам покажу куда мы должны были на посадку заходить вот сейчас видите озеро серпансон сейчас крыло будет показывать на на такую дельту речки вот сейчас вот и там вдоль речки есть полоса вот мы там были вот но потом нам удалось на горе Гийом зацепить динамический восходящий поток отвисеться на длине электропередач потом мы немножечко пузыречек воздуха схватили потом мы еще там по склончику пожевали елочки ну и в конце концов вот так замечательно перепрыгнули озеро серпансон и взяли непонятно что на горе Маргона двойную кромочку что-то как-то сдувает эту двойную кромочку давайте попробуем к ней сместимся как красиво это выглядит особенно когда сочетается с озером смотрите будет ли здесь подъем по идее вдоль вот этого стенки облачной должен сохраняется подъем под нами вторичные облака образуется это вот все это выплевывает стоит волна ротер волны выплевывает все это счастье он еще зарождается облако то есть значит мы в правильном месте в этом правильном месте мы можем потихонечку уверенно подняться все выше и выше если выскочим над этим вторым слоем облаков то попадем в чистую волну нежную ласковую пушистую но пока вот то облако сдуло новое не образовалось как по экрану выглядит как я сместился я сейчас смещаюсь в то место где нас подымало как вы видите подымать вас нас перестало но будем это считать неудачной попыткой взять волну подымать смотрите-ка какой-то подъемчик сохраняется ох здесь еще несколько планиров работает все пытаются взять эту волну потому что всех задолбало при юго восточном ветре здесь рубиться в роторах. Вот крыло сейчас как раз на гору Гильом показывает, где мы наборали высоту выше вершины, и вот нам ее хватило сюда добраться. Очень сильно у нас юго-восточный ветер дует. Вообще, южная волна, я не знаю, говорил это или нет, считается бриллиантом среди волн, потому что берется она крайне сложно. Волна, опять же, плохой погоды. Как правило, сразу же возникают какие-то осадки, какие-то напасти всякие набегают, дожди, отсекают землю, очень влаги можно. Сейчас редкая аэрологическая ситуация, когда относительно сухо при нужной волне. Все равно вот эта вот всякая муть облачная. Но, во-первых, безумно жарко, видимо, относительно сухо, и мы имеем возможность понабирать. Как-то вот опять, видите, вот ролики, минус 0,2. Мы даже сейчас высоту теряем. Хотя изначально я был в оптимистичном настроении. Так, ну что, попробую я... Хотя, смотри, опять пошло что-то. Как вариант, вот под это облако сместиться. Так визуально вроде как они все на месте стоят, значит, их что-то выклевывает. А вот это облако конкретно выклевывает вот эта вот горка. Ну что, попробуем, перекрестившись. Всем черт не шутит. Ге-ге-гей-гей! Погнали! Мост вниз. Разгон до 200. Ну и прыгаем, смотрим, что мы выжмем. В лучшем случае, развернемся туда, круло показывает, и потихонечку пойдем в сторону аэродрома. Больше я тут не хочу попадать во всякие неприятные ситуации. Но, 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 стрелочки пока минусы, 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 а по идее должны были быть уже плюса. Ну, значит, судьба такая. Оп, ну-ка, нолик. Проверить скорость. Только что красивый фотографий попробую сделать. Вот, как заговорили, красивая фотография. Запищала. Ну, вот такая вот у нас жизнь в этом киселе. Ничего хорошего. Так и развлекаемся. О, пульсик пошел. Я очень хочу волну. Вот вы даже, даже не представляете, как я туда хочу, потому что я задолбался летать сегодня. Вот при этом в южном ветре все капризное, все облака вредные, все потоки косые, руки все кривые. То есть у меня всегда в такую погоду складывается ощущение, что я разучился летать. Я летать не умею. Мне ни поток не получается взять. Все скользит. Ученик тормозит. Поэтому хочется волну, а в волне кайф. Я бы дала рацию. А выключи рацию, а то он задолбает. В волне все спокойно, как правило. Такое ламинарное, обтекание. Вот можно подняться, здесь будет на 5800 метров. охладиться вдоволь, потому что внизу 35 градусов. Да и сейчас у нас планили парник изрядный. Как мы на 2800 метрах. Тут уже не так жарко, но все равно. Прям парник-парник. Вот если получится выбраться, мы охладимся. Мы вчера летали охлаждаться на Редмик. И все это стойко желание лететь, охлаждаться в волне. А сейчас надо работать. Сейчас я буду пахать и хочу еще в озеро сфотографировать. Уже больно сегодня озеро. Красивые оттеночки. Вы посмотрите, как оно волшебно выглядит. Причем вот в дальней его части грязновато. То есть вот там вот где начало, видите, вон видно даже мусь приносит. А здесь достаточно чистенько. Пик, 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 пик. Тихонечку лезем, лезем, лезем по метру. По метру, но вверх. О! Ну отцов бед, как сказал бы Клаус. Эгегегей! Все-таки мы ее взяли, друзья. Посмотрите, мы набрали высоту 2 900. Поднялись уже визуально выше всех окружающих оплаков. И находимся вот как раз в самом начале волны. Так что, а самое главное, мы добрали долет до аэродрома. На аэродром мы уже прилетаем на трех ста метрах. Это самая приятная новость. Видите, мы выше облаков уже выбрались. Вот облака слева ниже нас. Это к вопросу как можно подняться выше облачности. Вот так можно подняться выше облачности. Но мы продолжаем. На самом деле, почему волна такая слабенькая? Ну, дело в том, что ветер слабенький. Пик, пик, пик. И, в общем-то, подъем-то продолжается. То есть, не то, что мы прям сдались. Тем более, это все красиво на озере. Вот идет катер, от него всякие следы. Вот видно, кстати, волны за катером. Вот как раз там где-то они усиливаются по углу. Вот так же и у нас тут что-то такое же творится. Игра с природой в небесный шахмат это самое лучшее, что может случиться с пилотом, я считаю. Сейчас я подойду к облаку и как раз покажу вам, как это бывает. Ну и новый ракурс посмотрим. Смотрите, подходим к облаку. Сейчас пройдем вдоль облака. Эти мы там набрали выше. И вот сейчас эта сторона облака должна тоже давать подъем. Сейчас проверим. Оп! Вот зараза. Не дает. Эй! Не дает. Дает. Еще как дает. Видите как? Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Не знаю, насколько у меня серфить получится вот так вдоль облака. Но, как вы видите, вполне ой, какие виды. Вполне реальный процесс. Разворот. Видом на озеро разворотик вам. и будем в другую сторону проходик делать. Видите? Главное, что есть подъем. Ааа, как красиво! так же красиво. Так же красиво. Надо будет фотографию на следующем проходе сделать. Я вам просто продемонстрировал, что вот мы сейчас выше облака. И вот она, наветренная сторона этого облака. дает нам возможность по чуть-чуть набирать высоту. То есть, если сейчас упереться рогом, то можно вот так прыг-прыг-прыг-прыг-прыг гуляя по облакам забраться еще выше. Только что снимали ролик, как это получалось. А я подумал, что для ролика нужен красивый контент, чтобы украсить его например, петлей. Сейчас попробуем сделать петлю. Я осмотрел местность. Никого здесь нет. Нет ни одного планера, чтобы нам никого не забодать. И попробуем сейчас выполнить мертвую петлю. Я ее делал во много раз. Сейчас набираем скорость 210 км в час. И ручку на себя. Ю-у-у-у! Проворачиваем планер. Вау! И как красиво! Я никогда еще в облако так не не петлял. Как заяц. Фиксируем. Добавляем скорость 210. И еще одна. Для закрепочки. Ой, слушайте, на тебя когда облако бросается, вообще вот это вид бомба. Ты как это? Спасибо, я кончил! Ю-ху! Ну, сделаем такой под 90 градусов боевой разворотик. Оп, так. Ну что, еще разочек противоположим курсам. Так, высота у нас есть еще. До аэродрома мы если что, долетим. Высота как раз сильно задуматься о том, чтобы в сторону дома чапать. Давай чапаем в сторону дома. А то мы на этих петлях все будет с высотой распигачим. Оно того стоило. Да? Даже если мы мотор запустим на дороге домой. Да. Да, точно? Абсолютно. Ладно. Ну, давай тогда еще разочек. Друзья, только для вас. Еще одна петля на закуску. Так, я готов? Готов? Готов. Погнали. О, как раз плюс пошел. И вот на плюсе, на оптимистичной ноте. Эй, 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 эй. Сейчас невесомый скорее все будет. Да, у меня и так все липает. Аааа, класс. Хе-хе-хе-хе. Погнали. Еще на несколько метров поехали. Еще на несколько метров. Ну, еще. Это, как я, как вчера шутил Миша, ой, у нас высоты нету. Хоррец, с высотой, когда такая красота. Давай 150, примерно вот таким курсом пойдем по вот этим облачкам, и мы прекрасно дойдем сейчас до Пик Дебюра, там пойдем динамиками. Скорость где-то 150. Видишь, в нуле. Я знал, куда лететь. Долет мы до дома растеряли, и теперь набираем по склонам. Благо вот поток есть, все в порядке. Мой ученик сейчас набирает высоту, работая восьмерочками по вот этим красивым склончикам. Так что ничего страшного, потеря высоты на петлях никак не помешала нашему триумфальному возвращению к аэродрому. Ну и, собственно, облака еще есть, но сегодня вообще очень капризная погода. Давай левый поворотик, поехали. Юго-восточный ветер, ветер плохой погоды. Но у пилотов и нет плохой погоды. Каждая погода благодать. Хе-хей. И всегда, в любое время года будем мы контент-огонь снимать. Хе-хей. О жизни видеоблогера опасна и сложна. Опасна и сложна. Работают все видеокамеры, которые только у нас есть. Сегодня мы взлетали при очень-очень-очень сильном юго-восточном ветре. Кстати, заметьте, паучок с нами летал целый день. Он, бедный, не сжарился так. И такой ветер сохраняется. Трясет нас нещадно. Сейчас фактически вот вы колдун наблюдаете. Если можете что-то вообще наблюдать. Оп. Ай, ты ж, блин, нихрена буль. Видел, как нас провалило? Вот из-за горы фактически весь ветер дует с горы. Сейчас вообще дует ровно. Но тут можно сказать, что тут, наверное, будет сейчас довольно мощная турбулентность. Поэтому от греха подальше я ставлю камеру на съемку. Выпускаю шасси и буду как можно энергичнее валить отсюда. Включена рация. Сэр Лоботи Инди Виктор Даун Винг Лендинг Ту Саус. И погнали. Закрылок на лендинг. Тормоза воздушные прокачать. И я не хочу уходить далеко от торца полосы. Ну, просто хотя бы потому, что юго-восточный ветер за холмом. А холм мы, кстати, вот я сейчас крылом покажу. Видите, холм? Вот от него сейчас основные проблемы. С этого холма может так дунуть, что вам мало не покажется. Поэтому я, видите, по такой дуге сейчас падаю на аэродром и делаю такой диагональный заход. То есть, прихожу на полосу, даже не завершив четвертый разворот. Я над полосой уже доверну градусов на 30. Вот, нас сейчас за холмом как раз херачит. Прошу прощения. Вот. И теперь я доворачиваю на ось полосы. Уже непосредственно находясь над полосой. Вот теперь мне ничего не страшно. Нам не страшно серый волк. Поросяток знаем толк. И тянем вперед. Я уменьшаю полностью интерцепторы убираю, чтобы подтянуться поближе к полосе и не скакать и доехать до площадки своей. Потому что... Оп, сейчас. Эти, эти, эти. О, о. Нифигасик. Какого козла мы сделали? Ты видел, а? Как я неудачно-то? О, друзья. Такой козел с взмыванием на метр на планере. Там просто кочка дурацкая. Но я сейчас, конечно, буду говорить кочка дурацкая. Это не я. Это ветер. Ну, что козла замочил? Да. Тут главное не дергаться. Когда козла сделал, зато какой контент будет. Лихой козел на посадке. При такой погоде, конечно, не очень-то и стыдно. Подбежаем к самому прицепчику. Оп. Парковка. Парковка. Это моя сильная... Как эта сторона? Вот, смотрите, как получилось красиво. Чистенько, аккуратненько. Все. Это выключаем. Эта камера еще снимает. В общем, получилось весело, друзья. Погода бомба. Ой, контент огонь. Ой, налетались пять часов. Наснимали петель над озером Серпансон. В общем, не скучно. Охотники за контентом продолжают свою работу. До новых встреч, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. Пишите нам там, комментарии, там, всякое такое. Будем продолжать.